Продолжение следует... Так, вижу, плюсики есть. Отлично. Обсуждать сегодня будем синий-зеленый деплой. Поговорим в целом, что такое деплой, как готовить приложение к развертыванию. Обсудим, собственно, синий-зеленый деплой и попробуем попрактиковаться. Значит, зовут меня Михаил Каморин. Я в свое время закончил факультет математики и кибернетики МГУ Мил Моносова. Работаю сейчас Senior Backend Developer в Skyeng. В целом, программирую уже больше 19 лет. 10 лет работал в B2B, сейчас около года уже в B2C. С PHP опыт где-то в районе 8 лет, 80 небольшим. Соответственно, наши цели на сегодня. Первое – научиться готовиться к автоматизации развертывания своего приложения. Второе – обсудим различные стратегии развертывания, связанные в основном с синий-зеленым деплоем. И попробуем настроить развертывание на практике в амазонском облаке. Попробуем сначала просто развернуть приложение, потом довести его до синий-зеленой версии. И попробуем сделать роллбэк. Соответственно, это наш план на сегодня. Значит, начнем, собственно, с развертывания. То есть, когда вы разработали какое-то программное обеспечение, на момент, когда у вас уже код готов, но оно еще находится у вас где-то на компьютере или на северах вашей компании, оно, в общем-то, никакой ценности не представляет. Это просто некий набор байт в компьютере. Для того, чтобы он начал приносить пользу этот набор, нужно его каким-то образом доставить до конечного пользователя. Соответственно, когда мы говорим о веб-приложениях, то это развертывание, то есть это процесс подготовки, собственно, программного обеспечения нашего, которое мы разработали к использованию. Значит, кто обычно занимается развертыванием? Если у вас компания достаточно крупная, то с большой долей вероятности у вас есть какой-то DevOps-отдел, который, собственно, занимается в том числе и вопросами развертывания. То есть они обычно занимаются инфраструктурой в целом, и в том числе к ним относится развертывание приложений, то есть настройка пайплайнов, настройка инфраструктуры, настройка виртуальных машин, докриконтейнеров и так далее, средств оркестрации. Значит, в принципе, в совсем крупных компаниях типа Google есть еще прям отдельная должность релиз-инженер. Это отдельная такая квалификация в рамках DevOps, то есть это люди, которые занимаются непосредственно релизами. Но понятно, что это касается прям совсем крупных компаний. Достаточно редко выделяется прям специальный человек для того, чтобы делать релизы. Обычно все-таки это DevOps. Ну и в компаниях средних или маленьких в целом занимается этим программисты, естественно. Ну то есть достаточно частый кейс, когда программистам приходится заниматься развертыванием. Поэтому неплохо уметь в этом разбираться хотя бы в общих чертах, то есть хотя бы там свое небольшое приложение уметь развертывать. Понятно, что там, чтобы развернуть какое-то сложное приложение с кучей микросервисов и так далее, то есть быстро этому не научиться, но, по крайней мере, какие-то простые вещи нужно уметь делать. Значит, каким образом мы вообще готовимся к автоматизации развертывания? Значит, у нас есть некий набор действий, которые мы должны сделать для того, чтобы мы могли себе позволить автоматизацию. Значит, первое, у нас обязательно должна быть некая валидация изменений кода, то есть у нас должна быть система контроля версий, должен быть, соответственно, владелец репозитория, который, собственно, занимается тем, что аппрувит марши-квесты, там делает код-ревью и так далее. Вот это не обязательно один человек, это может быть там команда, или как-то по-другому это может быть устроено. Важно то, что у вас должен быть в Steam Control версии всегда ответственный, который, собственно, отвечает за текущие изменения в коде. Ну, те, которые сейчас на данный момент будут попадать в результате развертывания к конечному пользователю. Значит, второе необходимое, то, что нам потребуется для автоматизации, это, собственно, чек-лист действий при релизе. То есть что мы делаем для того, чтобы развернуть наше приложение. То есть, ну, хотя бы начать можно с того, что на бумажке выписать, какие действия вы делаете. То есть, как правило, если это у вас какой-то там стартап или проект, который вы делали, ну, в рамках какого-то, допустим, там даже пусть технического задания, там на заказ и так далее, в какой-то момент начальный он обычно деплоится как-то руками. То есть есть какой-то конкретный разработчик, который знает, куда надо пойти, что положить, какие команды вызвать и так далее. Вот, собственно, чек-лист включает в себя как раз набор вот этих действий, которые делает человек, обладающий знанием, как релизить. То есть из него эти знания нужно изъять и превратить в некий чек-лист. Значит, затем нужно озаботиться вопросом сборки артефактов. То есть, в принципе, в PHP разработки артефактов как таковых нет, поскольку язык у нас интерпретируемый. Но так или иначе, приложение включает в себя, как правило, фронтенд. Вот, фронтенд нужно собирать. Соответственно, нужен какой-то автоматизированный, опять же, налаженный, допустим, фронтенд-разработчиками процесс, который позволяет в автоматическом режиме эту сборку проводить. То есть, опять же, не чтобы кто-то там сидел и команда вызывала, что-то куда-то подкладывал, а какой-то чек-лист или даже уже готовый скрипт, который умеет это все собирать. Значит, ну, естественно, дальше после этого мы, собственно, это все переводим в какой-то автоматизированный вид и готовимся разворачивать наш релиз. То есть у нас должен быть уже некий скрипт, который по чек-листу готовит развернутый релиз. То есть мы проверяем, что все там взлетело, стало хорошо и так далее. Значит, после этого нужно задуматься о том, как мы будем обновлять конфигурацию, собственно, вот этой всей сборки. Ну, то есть тут сборка не только сборка артефактов, но и в целом развертие нашего релиза, потому что у нас может там меняться какие-то инфраструктурные вещи, типа мы, допустим, мкэш меняем на редис или добавляем какие-то сервера, микросервисы, инстансы добавляем, добавляем кэш, еще что-то. То есть в целом у нас вот эта конфигурация может меняться, и нам надо продумать, каким образом при обновлении конфигурации наш скрипторазвертывание должен будет это внутри себя отражать. Вот это важный момент. Хотя если у вас, опять же, проект там какой-то пока небольшой и не сильно развивающийся, возможно, этот вопрос может немного отложить. Но забывать про него нельзя, потому что в конечном результате все равно всегда в него придется упереться. Ну, так или иначе развивающимся проектом, не загибающимся. Ну и, естественно, хоть он идет и последним пунктом, но это важная штука, откат-релиза. В принципе, опять же, сильно зависит от того, насколько качественный код пишет ваша команда разработки. То есть в целом необходимость в откате может возникать как раз в год, так и раз в месяц, и раз, в принципе, в неделю. В зависимости от того, насколько часто это возникает, критичность этого вопроса зависит от того, насколько часто это возникает. Чем чаще возникает, тем более приемлемо сделать, более экономически выгодно сделать откат-релиза тоже автоматически. Но достаточно часто этим не занимаются и откат делают руками. Ну, тут опять все зависит от того, насколько это сложно. Если там тоже какой-то длинный чек-лист, что нужно делать, тогда имеет смысл автоматизировать. Если там два действия, то в целом, наверное, можно обойтись. Значит, после того, как мы все это дело подготовили, то есть у нас есть теперь механизм автоматизации развертывания, какие у нас еще есть вопросы, которые, ну, скажем так, около развертывания возникают. Значит, первый вопрос – версионирование. То есть, в принципе, если у нас есть, допустим, какой-нибудь бэкэнд, который работает не только с десктопными, ну, с браузерами, скажем так, но еще и с мобильными нативными приложениями, то там вопрос версионирования встает очень острый, потому что хвост мобильных версий может тянуться там полгода и больше. Вот. Второй момент – если у нас есть какие-то библиотеки, которые, ну, допустим, даже для внутреннего пользования или тем более для внешнего, которые каким-то образом там используются в нашем коде и, может быть, наружу тоже отдаются, естественно, там крайне важно использовать версии, потому что если мы их использовать не будем, то может все кончиться печально. То есть, ну, пример из практики – была внутренняя библиотека, завязано все было на DevMaster, вот, и в какой-то момент при обновлении PHP-версии в неком проекте подтащился новый DevMaster, на который еще не было рассчитано. Ну, естественно, ни к чему хорошему это не приводит в такие ситуации, поэтому, естественно, в библиотеке крайне желательно версионировать. Вот. Само приложение, как правило, веб редко версионируется, потому что, ну, большинство веб-приложений, скажем так, это такая вещь в себе, и версии им не так уж сильно важны. Вот. Но подумать об этом стоит. Значит, следующий момент, который нужно продумать, это периодичность сбора к развертыванию. То есть, как часто вообще вы будете все это делать, потому что в тот момент, когда у вас появляется автоматизация, появляется соблазн делать это как можно чаще, там могут возникать накладки, что вот у нас теперь есть автоматизированный deploy, давайте мы будем там каждую, ну, там, continuous integration, каждую фичу выкладывать, и это начинает накладываться на то, что у нас вообще-то есть пользователи, и когда мы выкладываем даже автоматизированном варианте, у нас есть какой-то downtime пользователь, и это начинает напрягать, мы начинаем терять деньги и так далее. То есть, вот вопрос периодичности сборок, он после автоматизации встает очень остро, потому что, когда это руками неудобно, это делается редко. И, как правило, в неудобные, ну, в те часы, когда пользователи так или иначе там не сильно страдают, а когда это автоматизировано, очень часто возникает ситуация, что пользователь начинает страдать от наших действий, вот, поэтому важный момент продумать. Еще, опять же, из-за того, что у нас появляется автоматизация, у нас появляется возможность добавлять еще, например, там, каком-нибудь staging окружении, тестовое окружение, то есть стоит продумать, какие у вас будут окружения и какой порядок переноса между ними, то есть, ну, например, стандартный workflow, вот, когда у нас есть dev окружение на машине разработчика, есть какой-то общий тестовый сервер, где мы гоняем, там, юнит-тесты интеграционные, есть, соответственно, staging, где уже, в принципе, максимально все приближено к продакшену, и есть production. Вот, и staging, production, например, могут использоваться для сине-зеленого деплоя, который мы сегодня будем подробнее обсуждать и пробовать сделать. Вот, опять же, обновление конфигурации, вопрос, собственно, он относится не только к конфигурации самой сборки, но и конфигурации серверов, там, виртуальных машин и так далее, то есть, вся инфраструктура тоже должна каким-то образом корректно обновляться, то есть, ну, в идеале, чтобы это был какой-нибудь там Terraform, Ansible, что-то такое, вот, чтобы вам не было сложностей с тем, что команды инфраструктуры, там, ну, или те же разработчики, которые занимаются инфраструктурой, что-то наломали дров, и потом концов не найти. Вот, и наиболее, наверное, важный, опять же, хоть и последний вопрос, это то, что при автоматизированном развертывании крайне важен наличие какого-либо мониторинга, потому что, если у вас не будет мониторинга, то есть шанс, что вы, ну, вовремя не узнаете, что у вас все развернулось как-то криво, там, ну, какие-то проблемы возникли, потому что, опять же, автоматизированный процесс, вы кнопочку нажали, и, как правило, ну, нажали, и все, никто не думает о том, что там что-то может пойти не так, сломаться и так далее. Ну, вот, поэтому без мониторинга это может приводить к нехорошим последствиям, которым не привело бы, если бы не было автоматизации. Есть ли на данный момент какие-нибудь вопросы? Если есть, то пишите, если нет, давайте, не знаю, единичку в чат. Так, ну, единички пошли. Окей, ну, если вопросы будут, то вижу, отвечу. Вкратце обсудим, как развертывать приложение, обсудим стратегии сине-зеленого деплоя и связанные с этим, ну, там, ее ответвление, и попробуем руками это все настроить с помощью GitHub Actions. Значит, что делаем при релизе? Ну, собственно, вот тот самый чек-лист, который упоминался в начале. Значит, ну, выставляем версию. Опять же, это, как я и говорил, это важно в определенных случаях, не всегда. Вот. Значит, дальше прогоняем тесты. Опять же, если у вас тестов нет вообще, то стоит задуматься по поводу того, что автоматизация тестирования может привести к нехорошим последствиям. Вот. Соответственно, если у вас тесты... Ну, покрытие может быть не стопроцентное, то есть никто не говорит, что нужно обязательно там, чтобы стопроцентов кода было покрыто тестами. Здесь могут быть какие-то только критические, например, для бизнеса места покрыты. Вот. Но прогонять тесты важно при автоматизированном деплое, потому что иначе, ну, есть риск, что у вас на продакшн попадет какой-то не очень хороший код. Вот. В принципе, всегда есть возможность, там, ну, если у вас отдел какой-то ручного тестирования есть, они могут погонять это дело. Но, тем не менее, как правило, все-таки на критичный бизнес-функционал должен быть тест, и они должны прогоняться в рамках вашего скрипта-релиза. Значит, дальше обновляем код. Соответственно, обновляем зависимости в этом коде. Ну, то есть, поскольку у нас PHP, то, как правило, это композер, если там это фронтенд, там, NPM или какой-нибудь YARN, то есть в зависимости от вашего менеджера пакетов. Вот. И дальше накатываем миграции на базу данных. Здесь вот порядок этих действий, которые, ну, я здесь предлагаю, он не догматический, то есть можно это дело менять. Здесь все зависит от того, какой стратегии вы придерживаетесь между тем, как у вас взаимодействует новая версия и старая кода с новой и старой версией базы данных. В принципе, у вас может быть ситуация, что вы миграции в базе делаете таким образом, чтобы и старый, и новый код мог с ними работать. Вот. Можете делать, соответственно, наоборот. Миграции в коде. Код, существующий, вот он и старый, и новый, умеет работать со старой базой. Вот. А, соответственно, ну, на новую базу вы приключаете уже, когда новый код. Соответственно, дальше мы частенько такое бывает перезагружаем сервер. Я не рекомендую это делать внутри скриптов деплоя, потому что, ну, все-таки перезагрузка сервера, во-первых, она нужна не каждый раз. То есть если, ну, часто такое бывает, что там сисадмины просят, давайте вот вы сейчас обновляете все равно, давайте перезагрузим сервер. Это достаточно часто происходит, когда у вас было ручное развертывание, и до этого вы это делали, там, не знаю, развертывание, там, раз в месяц, там, выкладывали новую версию, если вы там по водопаду, например, работаете, не по agile. Соответственно, естественно, у админов уже за этот месяц набегает там куча того, чего им надо обновить, и им надо перезагрузить сервер из-за этого. Когда у вас появляется автоматизация, вы начинаете выкатывать все достаточно часто, вот, и в целом включать, безусловно, этап перезагрузки сервера уже неправильно точно. То есть там можно сделать отдельную какую-то кнопочку в деплое pipeline, ну, параметр какой-нибудь, переменное окружение или еще что-то, которое при необходимости будет этот сервер перезагружать. Но в целом я вообще не рекомендую это включать в pipeline, но, тем не менее, считаю, что нужно это упомянуть, потому что это важная вещь, которую сисадмины очень любят, ну, и девопсы. Вот, затем обязательно перезагружаем все воркеры для там очередей, все, что у нас, ну, каким-то образом, там, кронджобы, если нужно, останавливаем те, которые сейчас работают, потому что, ну, достаточно частая ситуация, когда у вас, допустим, консюмеры для очередей работают долго, ну, то есть там, не знаю, часы могут висеть, ждать сообщения, обрабатывать и там падать. Вот, если особенно у вас каких-то особенных утечек памяти нет, то, в принципе, ну, почему бы и нет, минимизируем затраты на старт консюмеров. Вот, и в этом случае, если вы их физически не перезагрузите при деплое, у вас может получиться, что они будут работать со старым кодом еще какое-то время. Вот, а если вы здесь не просто какие-то правки внесли, а, допустим, там, поменяли версию PHP или еще что-то, то у вас это может привести к тому, что там, ну, будут какие-то неприятные особенности. Ладно, если оно просто упадет, это не критично, ну, вот, а если из-за того, что у вас версия PHP другая, у вас там по-другому что-то начнет работать, потому что, в принципе, бывает, ну, даже между минорными версиями всякие breaking changes, которые приводят к тому, что некоторые ранее работающие штуки начинают работать по-другому. Вот, при этом это не ошибки, а просто, ну, изменилось немножко поведение. Вот, в частности, там, с шифрованием, например, когда с 7.1 на 7.3 мы обновлялись, там было изменение поведения функции шифрования. Она не падала, просто начинала подставлять по дефолту другой алгоритм. Вот, естественно, если у вас два сервиса обмениваются этим зашифрованными сообщениями, на одном вы обновили версию PHP, а на другом еще нет, у вас будет коллизия, которая не приведет ни к чему хорошему, но при этом ошибок не будет, потому что, ну, в целом оно зашифровалось, расшифроваться не смогло, ну, как бы вы можете не узнать о том, что что-то пошло не так. Соответственно, важный еще этап, что нужно чистить и прогреть кэш. Вот, при этом, как правило, если все-таки, ну, у вас пайплайны разные, допустим, для тестового окружения, для продакшена, для стейджинга, то прогревать кэш имеет смысл только на продакшене, то есть, в принципе, на тестинге кэш прогревать особого смысла нет, потому что, ну, по большому счету, вы тесты прогнали, и все. Тратить время на прогрев кэша смысла нет, потому что это может занимать большое время. Во-первых, во-вторых, у вас просто сама система кэширования может отличаться, и, опять же, ну, это может ничего не дать, в том числе и до тестов. Вот, поэтому прогрев кэша – это больше для продакшена. Но чистить надо, естественно, везде. В том числе это важно, например, если у вас какой-нибудь фреймворк, там, типа Symfony, без чистки кэша, у вас, опять же, там могут параметры измененные, там не подгрузиться и так далее. Значит, это что касается самого развертывания процесса, то есть, что нужно сделать. Теперь, собственно, предлагаю обсудить стратегии, а потом посмотреть на практике, как вообще можно развертывать, какими инструментами. Стратегии, которые я буду рассказывать, они предполагают, что у нас есть не один сервер, ну, то есть, что у нас есть какое-то количество серверов, и нам нужно на всех обновить нашу версию программного обеспечения. То есть, если у вас один сервер, там, в принципе, особо никаких суперстратегий нет, вы просто взяли и обновили. Когда их несколько, здесь начинаются всякие интересные штуки. Ну, в принципе, синий-зеленый теплоин с одним сервером возможно, естественно. Просто за счет того, что вы будете его применять, уже будет два сервера. Значит, первый вариант, когда мы делаем полное обновление. То есть, в этом случае мы, по сути, на всех серверах одновременно начинаем обновлять код. Ну, код, базу и так далее. То есть, в целом, естественно, нужно в этот момент каким-то образом, чтобы пользователи ничего не делали. Ну, там, переводить в Redondly или там вешать какую-нибудь заглушку, если у вас этот долгий процесс занимает. Вот. В целом, процесс простой. То есть, мы просто взяли на каждом сервере и запустили скрипт деплоя. Ничего сложного, замечательно, все хорошо. Новая версия сразу появляется везде. Это тоже плюс. То есть, у нас не будет каких-то проблем, когда пользователь там заходит в старую версию, потом вдруг попадает в новую, потом опять в старую, у него там данные из новой версии в старой не отображаются или еще что-то такое. Вот. Здесь такого не будет. Вот. Из минусов есть downtime. Ну, то есть, понятно, что если мы хотим все сервера погасить, то у нас нечем, не будет серверов, которые смогут отвечать пользователю, соответственно, в этот момент у нас downtime. В принципе, если у вас, скажем так, это какая-то микросервисная, например, архитектура, то это может получиться так, что на самом деле для пользователя downtime будет незаметен. Ну, то есть, там, не знаю, какой-нибудь сервис авторизации, который выдает токены, если он там на минуту, допустим, погаснет, те пользователи, которые уже получили токены, они смогут спокойно продолжать работать. Ну, те, которые не смогут залогиниться, да, они это заметят. Но их количество, как правило, ну, в течение минуты обычно не очень большое, если это не какой-то там у вас супер-прайм-тайм, вот, ну, естественно, в прайм-тайм вы обычно и выкатывать релиз не будете. Вот, соответственно, вторая проблема, которая возникает, помимо downtime, это проблема с rollback. Ну, собственно, если нам нужно все откатить, вот, опять же, нам для того, чтобы откатить, нужно погасить все сервера, откатить и обратно их вернуть. То есть, по сути, у нас downtime удваивается. А если мы еще и, ну, в результате rollback у нас, допустим, пострадало что-то там, не знаю, база, там, какие-то данные пользователей, то нам еще и на всех серверах, если у нас, допустим, база распределенная и не одна копия базы, то нам еще и на всех серверах придется эту базу чинить. Ну, то есть, в целом, проблемы с rollback здесь достаточно остро стоят, потому что мы пока все не раскатим, мы не узнаем, что у нас где-то что-то идет не так. Соответственно, есть второй вариант стратегии, когда у нас подчередное обновление. То есть, мы по очереди гасим сначала первый сервер, на нем все обновляем, поднимаем его. Гасим второй, обновляем, поднимаем. Соответственно, у нас есть балансировщик. На момент, пока мы обновляем код на одном из серверов, из балансировщика мы его выводим, остальные сервера в это время пользователям отвечают. Соответственно, мы обновили все, ввели сервер обратно в балансировщик, вывели второй, опять же, первый, там, третий, четвертый, пятый работают, второй в это время обновляется. В целом, процесс не сильно сложнее, чем полное обновление. Ну, разница только в том, что нам нужно уметь выводить сервера из балансировщика. Но, в целом, для того, чтобы обновить много серверов, нам в любом случае это понадобится делать. Просто мы там их все выводим с балансировщика, здесь по одному. То есть вроде не очень большой шаг. Соответственно, второй плюс, что новая версия у нас постепенно раскатывается, никакого даунтайма нет, пользователи вообще не страдают, казалось бы. Но есть нюанс. Один пользователь может, в принципе, попадать на разные версии. То есть он, понятно, что зависит от стратегии балансировки. Если у вас там настоящий шардинг и пользователь жестко привязан к серверу, то, в принципе, он не будет попадать на разные версии, но он будет попадать на даунтайм. Если у вас, соответственно, балансировщик умный, то есть у вас в целом шардинг, но с возможностью смены шарда при выводе его из-под балансировщика, то вот эта ситуация будет. То есть пользователь, соответственно, заходит, допустим, на старую версию, работает-работает, а потом в какой-то момент очередной запрос идет на новую. Чтобы этого избежать, естественно, нужно думать о том, чтобы у вас был не стейтлесс-бэкэнд, а некий стейтфул с сессиями и так далее. Это позволит вам в рамках сессии, по крайней мере, обеспечить, чтобы пользователь попадал на один и тот же сервер. То есть он, допустим, будет какое-то время на старой версии, пока сессия не закончится. Либо сессия не закончится, либо вы, соответственно, обновите на этом сервере, обновите код. В результате максимум будет одно переключение у пользователя, если сессия. То он в какой-то момент с старой версии перейдет на новую, не более. А если этого нет, то, в принципе, он может хоть каждый запрос. Он будет сначала уходить на новые сервера, потом на старые, потом опять на новые, опять на старые, в зависимости от количества. То есть если вы 100 серверов раскатываете, он может раз 30 поменять версию, на которой он работает. Поэтому, на самом деле, недостаток может быть достаточно ощутимым. Но, опять же, проблемы с rollback никуда не деваются, потому что, в целом, здесь есть шанс, что мы заметим какие-то проблемы до того, как мы раскатим на все сервера, и нам нужно будет откатывать не все, а какую-то часть серверов. Но, в целом, опять же, мы не застрахованы. То есть пользователи могут попасть на невалидный бэкэнд и, соответственно, начать с ним работать. Ну и фронтэнд тоже. Поэтому, в целом, это все равно проблема с rollback. Синий-зеленый deploy – это, собственно, такой набор, скажем так, стратегий, которые стараются побороться с проблемой, собственно, даунтайма, rollback и так далее. Значит, в чем заключается? То есть у нас есть две группы серверов. То есть в целом это может быть как целый кластер, это может быть отдельный сервер, это может быть все на одной машине и так далее. Есть некая зеленая старая версия, на которой сейчас пользователи ходят. Соответственно, пользователи приходят, балансировщик их всех переводит на зеленую версию. Синяя версия точно такая же по железу, ну, то есть идентична. На нее мы разворачиваем новый код. После того, как мы его сюда развернули, мы переключим сюда всех пользователей. Соответственно, если здесь что-то пойдет не так, в принципе, пользователи не пострадают, мы просто их не переключим. Естественно, может что-то пойти не так уже после релиза, то есть когда-то, допустим, какие-то логические ошибки. От этого это не защищает, естественно. Но зато rollback у нас точно так же делается очень быстро. Мы просто взяли в роутере, переключили обратно на зеленую версию. И все. То есть нету проблемы с тем, что нам нужно где-то во многих местах откатывать код. Причем это все может быть как кластер целиком. То есть это может быть и 100 серверов зеленых, и 100 синих, например. Вы на все 100 раскатываете любым там подчередным, полным. В данном случае подчередным нет смысла, скорее полным имеет смысл. Раскатываете, потом переключаете балансировщик. Вот эта штука может быть как бы уменьшена. То есть здесь это полный вариант, когда у нас полноценная прям инфраструктура. В целом мы сегодня будем смотреть вариант, когда у нас есть просто папочка с кодом. Зеленая и синяя, грубо говоря. Даже там чуть хитрее. То есть есть папочка предыдущая, есть папочка текущая. Этот вариант можно развить по-разному. Можно сделать 5 версий, например, какое-то количество, чтобы можно было откатывать назад. В этом случае у нас база будет общая. Соответственно, там всякие кэши, все остальное общие. Просто будет разный код, который, опять же, можно будет быстро между ними переключиться. Соответственно, из преимуществ, как я сказал, у нас здесь быстро rollback. Минимальный даунтайм. То есть, по сути, у нас даунтайм ровно на те, не знаю, доли секунды, которые нам нужны, чтобы в роутере переключить бонсировку с зеленой на синей или обратно. Из недостатков у нас, естественно, затрат на инфраструктуру. То есть, если мы говорим о полноценном варианте, то у нас должно быть две полностью идентичные инфраструктуры. Причем мы вторую просто так для чего-то использовать не можем, потому что она нужна во время деплоя. То есть мы не можем крутить какие-то другие задачи в это время на ней, потому что, когда нам понадобится деплоя, мы должны быть эту задачу остановить. То есть, по сути, эта вторая половина у нас простаивает. И она в целом даже для бэкапов особо использоваться не может, потому что она должна быть готова в любой момент обратно войти в рабочий режим. То есть там база должна быть актуальна, у вас аппликация должна быть между базами, потому что понятно, что вот тот момент, когда вы переключаете, у вас часть пользователей уже на зеленой версии начала какой-то процесс, допустим, записи в базу. А тут и бац, и всех переключили на синюю. Здесь есть всякие нюансы. То есть нужно обычно переводить всех в режим read-only на момент переключения. Соответственно, если кто-то в этот момент пытается что-то сохранить, у него там будет какая-то ошибка в интерфейсе, но, по крайней мере, данные не потеряются. Это не единственный способ борьбы. Но это, на самом деле, вопрос немного за рамками нашего сегодняшнего вебинара. Это всякие сложные штуки, связанные уже с балансировкой. Нас интересует именно то, что мы можем быстро сделать rollback, и у нас практически нет даунтайма. Значит, разновидность сине-зеленого деплоя – это shadow deploy, когда, в принципе, все то же самое. Но в тот момент, когда мы на синей версии, на новую, уже развернули какой-то код, мы пользователей не сразу на него переключаем, а сначала настраиваем туда дублирование запросов. То есть у нас пользователи входят на зеленую. Я думаю, да, что трансляция будет в YouTube. Значит, на зеленую версию пользователи ходят, а все их запросы дублируются на синюю. Что это нам позволяет понять? Это позволяет понять, если здесь есть даже в том числе какие-то логические ошибки, потому что если здесь какие-то исключения начинают сыпаться с сетью версии, это говорит нам о том, что что-то не так, и нам на зеленой версии переключаться не нужно, пользователя сюда пускать не нужно. Это, в принципе, дополнительное преимущество, которое нам позволяет еще в меньшем количестве случаев пользователей показывать им нерабочий код. Но здесь есть тоже нюанс. В целом, не любую ошибку таким образом можно отловить. Как правило, когда у вас едет верстка, это на синей версии никак не видно. Но приходится до запроса пользователя. Поскольку никто не смотрит глазами, что именно там, допустим, возвращается пользователем, какая верстка, то у верстки здесь могут быть сложности. Потому что редко пишут тесты на верстку и так далее. Но это, наверное, один из немногих кейсов, который Shadow Deploying не позволяет отловить. С преимуществом, соответственно, у нас здесь вообще полностью безопасный rollback. То есть даже не то, что там какие-то минимальные проблемы, а вообще безопасные пользователи не увидят даже, если там есть какие-то сложности. За исключением тех вещей, которые сильно кривые. То есть, допустим, мы выкатили какую-то фичу, которая пользователям не понравится. То есть это они, естественно, увидят. Ну, из недостатков, как я сказал, не очень достоверное тестирование. То есть в целом что-то мы поймаем, но не все. Значит, ну и еще один интересный вариант использования синей-синейонного деплоя – это канареечный деплой. Канареечный в том смысле, что в шахтах у шахтеров обычно есть канарейка, которая отвечает за то, чтобы сигнализировать, когда концентрация газа начинает превышать максимально допустимую. Соответственно, канарейка умирает, и в этот момент все из шахта выходят. Вот здесь, в принципе, похожая штука. То есть у нас на зеленой версии находится, допустим, 95% пользователей. Цифра, естественно, может меняться. Это с потолка цифра. На синюю версию мы переключаем только 5%. Значит, какие здесь нюансы? Нам требуется уже достаточно умный роутер. То есть не какой-то обычный, который просто умеет всех пользователей куда-то переключать, уже здесь не подойдет, потому что он должен иметь какой-то шарнинг, определять. Опять же, то, что пользователь этот должен ходить на синюю версию, этот на зеленую, не так, чтобы эти пользователи как-то скакали. Здесь уже нужен какой-то более минимумный балансировщик. Соответственно, но зато взамен мы получаем возможность, во-первых, управлять долей пользователей, которые сюда попадают. То есть мы можем не обязательно, допустим, вот мы 5 запустили, 5% пользователей проверили, что все хорошо, и мы сразу переключаем все 100 сюда. Это не обязательно. Можем постепенно запускать. Можем запускать сначала 5, потом 10, 15, 20 и так далее. И это может позволить нам, например, плавно прогреть кэш, плавно поднять нагрузку, понять, допустим, держим ли мы нагрузку. То есть один из возможных вариантов, когда мы делаем новый релиз, выкладываем. В том числе мы, может быть, допустим, уменьшаем размеры серверов. То есть в целом понятно, что зеленые и синие должны быть идентичны. Но в ситуации, когда, допустим, мы хотим уменьшиться по причине того, что у нас нагрузка уменьшилась или код мы сильно оптимизировали и можем сэкономить ресурсы, в том числе то, что мы сюда переключаем часть пользователей, может нам позволить оценить нагрузку. Если мы понимаем, что она перестает держать, то потом, опять же, всех обратно переключили, здесь вернули на старый вариант серверов и переключили уже полностью. Соответственно, вот эти 5% пользователей, они выполняют роль канарейки в шахте. То есть дают нам уже какой-то реальный фидбэк. Опять же, от пользователей можно ожидать, что они пожалуются на верстку, как минимум, если там что-то сильно поехало. Причем здесь, опять же, эти 5% пользователей могут быть специально обученные. То есть это понятно, что тестеры тестерами, но может быть какие-то проекты, которые, допустим, мы делаем его для своей компании, но при этом еще продаем наружу. Соответственно, мы можем на синюю версию запускать сначала пользователей нашей компании, а пользователи их внешних, они работают еще на старой. Соответственно, после того, как пользователь нашей компании, хоть там даже неделю это может занимать, они там в течение недели дали нам какой-то фидбэк, мы поняли, что все хорошо, и, соответственно, всех пользователей тогда уже переводим. Вот один из возможных вариантов использования. Еще один интересный кейс, который здесь можно применить, это АБ-тесты. Он здесь не совсем хорошо ложится, просто это можно продавать маркетинговому отделу как бонус от того, что нам потребуется дополнительная инфраструктура, дополнительный балансировщик умный и так далее, что вы сможете АБ-тесты проводить. То есть, допустим, 50% пользователей на одной версии, 50% на другой. Если у вас релизы редкие, то, в принципе, это можно себе позволить. То есть мы новую версию раскатываем, половину пользователей запускаем, собирается какая-то статистика, допустим, неделю, через неделю у нас спринт заканчивается, мы хотим выкатить новые фичи, соответственно, аналитики забирают свои данные, мы там переключаем, допустим, всех пользователей на новую версию, там часть на старую, старая становится новой, и, соответственно, часть уходит туда. Тоже возможный вариант. Не очень часто используемый, потому что в целом требует определенных затрат и, скажем так, требует достаточно стабильного кода, то есть это должен быть какой-то проект, который, в принципе, уже не особенно развивается, и в котором основные фичи – это вот всякие АБ-тесты, то есть проверить, а вот как так пойдет или как так пойдет, и, возможно, будет требовать еще дополнительной инфраструктуры, то есть там не двух серверов, а трех или четырех для одновременной проверки гипотез. Вот, но в целом тоже возможное использование. Значит, ну, здесь у нас, опять же, rollback достаточно быстрый, то есть небезопасный, поскольку часть пользователей попадает все-таки на новую версию, но быстрый, вот, плюс контрольным процессом, как я сказал, то есть мы управляем, кто ходит и сколько ходит. Вот, из недостатков у нас несколько версий одновременно, но здесь уже все-таки для разных пользователей по сравнению с поочередным деплоем, то есть здесь мы точно знаем, что у конкретного пользователя будет конкретная версия, но она может быть разная. Ну, и, как я сказал, это вот маркетинговый, это можно попытаться продать, как АБ-тесты. Вот, но, естественно, это касается, опять же, вот функционала, не то, что мы там какие-то критичные баги поправили, это, естественно, как АБ-тесты не продашь, а именно каких-то доработок. Так, есть ли вопросы по стратегиям? Если нет, то давайте перейдем к практике. Если нет, давайте двоечку в чат. Я пока подготовлю все. Спасибо. Так, ну, в общем, пост немножко не вылезает, поэтому будет вот так. Не могу его еще уменьшить. Так, значит, смотрите, наша задача. Значит, вот у нас есть некий проектик маленький, то есть это там что-то типа Твиттера. Нам сейчас не принципиально, что он умеет, это некий проект на Symfony, который, в принципе, ну, мы сможем в него потыкать и понять, поднялся он или не поднялся. У нас есть две машины в Амазоне, я не буду показывать, как их поднимать, это время затратно. То есть смысл следующий. Две минимальные машины в Амазоне, на них 18-го пункта, поставил PHP 7.3, поставил Postgres, поставил Nginx, Composer. Все, в принципе. Вот. Значит, давайте начнем с одной машины сначала. Сейчас покажу, что там ничего нет, что никакого обмана, все на месте. Значит, возможно, будет немного подтормаживать, потому что машинки маленькие, они нам нужны чисто для демонстрации. Значит, смотрим, вот у нас Nginx конфигов здесь нет, соответственно, папочка bar3w пустая, то есть у нас проект будет называться demo. Вот, соответственно, HTML там просто пустая папка, в ней ничего нет. Соответственно, на этой машине ничего не присутствует. Можем, соответственно, сделать запрос, проверить, что на текущий момент эта машина нам ничего не отвечает. Вот. Ну, чтобы, опять же, показать, что все хорошо. То есть вот у меня здесь переменные. Вот первая машина в Амазоне, вторая машина в Амазоне. То есть сейчас мы на первую постучались, там пусто. Давайте еще на вторую постучимся. Там тоже 404, пока ничего нет. Соответственно, наша задача сделать… Ну, вот проект пока в нем единственное, что есть от deploy, это Nginx конфиг, по сути. То есть пока он больше ничего не делает. Ну, Nginx конфиг я уже заранее подготовил. Единственное, у нас здесь server name localhost. Давайте сразу проставим тот server name, который нам нужен. Вот тот, который я показывал. Сейчас я его найду. То есть у нас не будет балансировщика, потому что я понял, что мы не уложимся просто тогда, иначе полтора часа. Поэтому нам придется два сервера и на каждый отдельно стучаться. Но я думаю, что это не очень важно, потому что нам хочется посмотреть, как это работает изнутри, а не как это будет выглядеть у пользователя. Соответственно, вот она, эта машина. Сейчас, секунду, я проверю, на нее ли мы зашли. Вроде бы это она. Сейчас, секунду. Проверим. Да, двухсотая. Значит, соответственно, вот у нас есть Nginx конфиг. Давайте подумаем, что нам нужно сделать в деплойный скрипт. Положим его, допустим, в корень, чтобы не искать потом далеко. В принципе, правильнее положить его, конечно, в папочку deploy, но пусть будет лежать в корне. Да, я думаю, что наш маркетинговый отдел куда-нибудь выложит. Сам код никого интереса особо не представляет. То есть нам больше будет интересен скрипты деплоя. Значит, соответственно, пользователь у нас 3WData. Значит, первое, что нам нужно сделать, обязательно, естественно, это установить композер. Как я говорил. Значит, смотрите, то, что мы сейчас скрипт пишем, это скрипт, который уже выполняется после обновления кода. То есть код мы будем обновлять снаружи через GitHub Actions. Сейчас мы уже код обновили, соответственно, делаем те действия, которые происходят после обновления кода. У вас тормозит, как я набираю, не видно, да? Ну, в принципе, оно может еще подтормаживать по поводу того, что... Вот. Да, размер шрифта нормальный, достаточно крупный. Что-то у меня трансляция отвалилась. Это же тормозит. В принципе-то у нас здесь консоль. В общем-то, ничего тут такого затратного нет. Вроде я никакое видео не пишу. Что-то сложное. То есть у нас здесь процесс простой. Жмали трансляция? Слышит ли меня кто-нибудь? Есть ли хотя бы звук? Так, звук есть, видео висит. Так, давайте я хотя бы пока словами буду говорить. Потом, может быть, видео немножко растормозится. Потому что, мало ли, там, не знаю, вечер, наплыв школьников, YouTube и так далее. Ага, отлично. Так, значит, я, собственно, ничего не успел сделать, пока видео не было. Значит, мы устанавливаем композер и копируем конфиг нашего джинкса в, собственно, в папочку с конфигами джинкса. Поставьте плюсики, там, если пошло и минусики, если у вас пока не пошло. Ну, насчет минуты не знаю, но секунд 10 должно быть точно по чату. Может быть, больше даже. 10-15 секунд чат обычно задерживается. Так, окей. Ну, плюсики вижу, значит, по крайней мере, у кого-то нормально. Есть надежда, что это не на моей стороне проблема. Окей. Так, значит, джинкс. Значит, соответственно, перезапускаем его. Значит, сразу говорю, что то, что я показываю, это не production-ready. Это для того, чтобы, ну, показать, как все работает. Вот, то есть нам не... Ну, у нас здесь не стоит цель сделать какой-то супер-production-ready код. Цель проверить. Значит, перезапускаем джинкс. И нужно еще накатить миграции. У меня там небольшая баска, в принципе, она нам нужна для того, чтобы что-то дергать, потому что все эндпоинты так или иначе в нее ходят. Значит, у меня здесь symphony с доктриной. Соответственно, я делаю это через доктрину. Так, в принципе, все. Больше нам на стороне самого приложения делать ничего не нужно. Ну, то есть после того, как мы код обновили, этого, в принципе, достаточно. Ну, то есть кэша у меня здесь как такового нет, поэтому прогревать его особо не будем. Вот в целом, ну, можно на самом деле здесь еще сделать, там, допустим... Чистить кэш. Ну, так, шутки ради. Ну, просто оно сейчас будет тормозить, поэтому я предлагаю не делать. Оно не быстро отрабатывает. Значит, собственно, после развертывания кода, в принципе, проект заведется. Теперь самое интересное. Код нам надо каким-то образом развернуть. То есть от того, что у нас все это дело есть сейчас в ГИТе, из этого никак не следует, что мы можем каким-то образом это получить на нашем сервере в Амазоне. И здесь нам на помощь придут GitHub Actions. Значит, для того, чтобы с ними работать, нам нужно обеспечить себе SSH-ключи. Значит, делается следующим образом. Я уже заранее сделал, ну, чтобы не светить ключик. Покажу, как делается. То есть в вашем репозитории, который вам потребуется деплоить, на вкладке Settings есть Secrets. Вот сюда нужно добавить новый секрет. И там, собственно, приватный SSH-ключ должен быть для того, чтобы вы могли залогиниться на Amazon. То есть, ну, собственно, на Amazon мы будем логиниться через SSH-клиент действия в GitHub Actions. Значит, сами действия настраиваются вот здесь. То есть вы можете зайти в Actions и выбрать Setup Workflow. Соответственно, можно код написать вот здесь, Start Commit, и он нам закоммитит этот код в репозиторий. Но я буду делать прямо со стороны кода. В общем-то, никакой разницы в этом нет, просто мне так удобнее. Вот мне не очень нравится, во-первых, шаблон, который он предлагает, во-вторых, в IDE-шке как-то удобнее редактировать. Значит, эта штука помещается в папочку GitHub. Ну, и, собственно, можно назвать его как угодно, этот файлик. Ну, допустим, назовем его deploy.yaml. Так, значит, соответственно, что нам здесь потребуется? Значит, ну, первое, должно быть какое-то название нашего скрипта Workflow. Соответственно, выполнять мы его будем по пушу в мастер. У нас тут юберализм и демократия, поэтому нет всяких код-ревью, pull-request и так далее. Мы просто будем напрямую пушить мастер, поэтому можно так. В принципе, часто это делают на pull-request. Вообще, вот эти штуки по умолчанию GitHub, когда вы через интерфейс делаете, он вам там что-то по умолчанию предложит. То есть, в принципе, можно воспользоваться тем, что он предложит. Я просто с нуля пишу, потому что, опять же, так привычней и понятно. Значит, собственно, дальше мы заводим задачи, называем нашу задачу deploy. Ну, собственно, пусть она выполняется на Ubuntu. Опять же, есть, по-моему, несколько вариантов, но вообще Ubuntu стандарт. То есть, это что такое? Это то, какая должна быть операционная система на, ну, грубо говоря, на той виртуалке, в которой запустится Docker-контейнер на стороне GitHub для того, чтобы выполнить действия, которые нам нужны. То есть, собственно, как это все будет работать? GitHub на своей стороне поднимет Docker-контейнер, выполнит определенный скрипт, который через SSH-клиент, ну, как бы зайдет на наш амазоновский сервер и там что-то сделает. Значит, какие у нас будут здесь шаги? Шаг, собственно, будет один. Сделать deploy. Назовем его deploy, опять же. Значит, что? Значит, действие, которое делает, называется вот так. Если вы погуглите, то, в принципе, это вот самое первое действие, которое вылезает deploy SSH via GitHub. Вот. Это, ну, некий экшен для workflow. Соответственно, какие у него будут параметры? Значит, нам нужно сказать, куда ходить. То есть, вот у нас есть некий хост. Сейчас я его тоже скопирую. Тот самый в Амазоне, где мы живем. Значит, есть юзернейм по умолчанию, поскольку у нас там Ubuntu, то в Амазоне это Ubuntu. Есть у нас ключ, тот, который мы в секрет сохранили. Соответственно, вот он оттуда и достается. Порт 22. Соответственно, что мы будем выполнять? Вот здесь как раз уже те действия, которые мы хотим сделать для того, чтобы наш код, который мы здесь написали, попал на амазонский сервер. То есть, вот то, что мы здесь сделали, это уже после этого в deploy.sh. А здесь, соответственно, до. Что нам нужно сделать? Нам нужно перейти, собственно, в каталог war3w. Соответственно, нужно склонировать наш репозиторий. Сейчас я скопирую название. Ну и назовем папочку demo, поскольку у нас в конфиге Jinx сейчас, кстати, да, старый конфиг остался, demo public. То есть мы папочку demo называем, потому что у нас в конфиге Jinx папочка demo. Это не обязательно, это можно там какую угодно вам делать. Вот, соответственно, дальше, ну, на всякий случай назначим владельцем, чтобы с правами не было проблем. Опять же, это не совсем production-ready штука. То есть, ну, когда вы делаете на production, там, возможно, стоит потюнить все это дело. Но для простоты это самое простое. Значит, переключаемся в demo и выполняем наш вот этот скрипт замечательный deploy. То есть вот здесь мы код загрузили, в скрипте, соответственно, обновили зависимости, поправили конфиг Jinx и запустили миграции. В принципе, по идее, это минимально необходимая штука для того, чтобы у нас все завелось, запустилось и так далее. Значит, теперь для того, чтобы оно отработало, то есть напоминаю, что мы сделали в настройках нашего workflow, чтобы оно отрабатывало по push в мастер. Соответственно, нам нужно запушить этот код в мастер. Что мы и сделаем. Если у вас, опять же, это там будет не по push в мастера, а по pull request, то вы push в мастер. Так, кстати говоря, не то мы сделали. У меня уже тут ветка была rollback. Уже заготовка для rollback осталась. Ну, непринципиально. Так, вот сейчас оно ушло. Соответственно, мы можем теперь здесь посмотреть, что у нас появилась папочка. Можем зайти в actions. Идея, у нас сейчас здесь где-то должно появиться выполнение. Через какое-то время он немножко тупит. Возможно, он тупит, потому что у него недавно был дизастер, и там все немножко лежало. Скрипт вроде наш доехал. Все на месте. Так, сейчас интересно, если мы так сделаем. Что нам на это скажут? Так, pull request. Ну, это от security. Ну, окей, ладно. Давайте с этой стороны его добавим, раз, может быть, так будет быстрее. К сожалению, сегодня что-то в GitHub не очень хорошо себя ведет. То есть я пока все дело проверял, все работало замечательно, но потом отвалился GitHub Actions, и, возможно, есть некоторые сложности. Хотя вроде сейчас показывает на статусе, что все окей. Так, ну, давайте сделаем отсюда. В принципе, неважно. Так, вот у нас появился workflow. Давайте тогда его сюда тоже заберем обратно. Так, он нам все равно обозвался main. Окей, пусть будет main. А, все, я понял свою ошибку. Папочка должна была быть workflows. Так что все правильно, он не отработал. Надеется, что сейчас все заведется. Значит, удаляем его отсюда. Так. Да, есть некоторые пользы, чтобы делать все из интерфейса. Там так не ошибешься. Так, вот у нас появилось наше действие. И, в принципе, вот он пошел даже процесс. Здесь его можно наблюдать вживую, как это происходит. Вот здесь, собственно, поднимается там Docker-контейнер, выполняется сборка этого нашего действия. Вот пошли наши действия выполняться, которые мы обозвали deploy. Вот это вот как раз наш скрипт, который мы запускали. Вот, ну, поскольку это уже вторая выкатка, то есть первая выкатка произошла, когда мы вмержили первый раз из интерфейса. Это все-то у нас даже миграции никаких не потребовалось запускать. Вот, ну, давайте посмотрим, что у нас здесь что-то появилось. Значит, вот мы на этой машине, у нас появилась папочка demo. Соответственно, можно проверить, как это права на нее. То есть вот она, demo, 3wdata ей владеет. И можем проверить, что сейчас у нас будет какой-то ответ. Идея это первый хост, если я правильно помню. Вот мы видим, что у нас начало отвечать. То есть вместо 404 нам приходит уже какой-то валидный ответ. То есть мы там какого-то пользователя в базу добавили. Соответственно, по идее, вот простейший вариант деплоя мы настроили. То есть от нас потребовалось там написать один shell скрипт и один маленький workflow в GitHub. Всем ли понятно, что происходило? Поставьте, пожалуйста, там плюсики. Если есть вопросы, задайте. Вот, если вопросов нет, то пойдем дальше. Попробуем улучшить то, что мы сделали. Так, вижу плюсики, окей. Значит, следующий этап. То есть, ну, хочется нам теперь сделать, чтобы это был blue-green deploy. То есть сейчас мы просто деплоим. То есть каждый раз, когда мы деплоим, у нас старая версия перезатирается и делается новая. Вот, хочется, чтобы это было не так. Вот, соответственно, давайте, значит, что мы для этого сделаем. Значит, первое, мы папочку демо сейчас пока удалим. Соответственно, создадим обратно пустую. Так, сейчас. Надо было, наверное, изнутри удалить, но неважно. Так, соответственно, здесь мы будем делать папочки с релизами и папочку current, которая будет simlink на текущий релиз. Для того, чтобы, собственно, наш blue-green работал. Ну, то есть мы не будем делать прямо в чистом виде переключение туда-сюда. Мы просто сделаем несколько папочек с тем, чтобы simlink указывал на последнюю задеплоенную. И, соответственно, rollback наш будет просто переключать simlink обратно для удобства. Не совсем в чистом виде синий-зеленый деплой, но зато быстро и можно успеть показать за наше ограниченное время. Значит, что нам для этого понадобится? Значит, ну, во-первых, давайте его, собственно, оставим. Пусть он называется у нас deploy. Соответственно, выполняться будет также по push-up master. Нам нужно вот здесь скрипт исправить. То есть, во-первых, мы теперь идем не в 3w, а в 3wdемо. Соответственно, здесь нам нужно как-то назвать папочку нашу новую. Ну, я предлагаю назвать ее вот что-то типа такого. Например. То есть это будет текущая дата и время. По идее, вряд ли мы будем деплоить чаще, чем раз в секунду. Ну, раз в минуту еще можем. Поэтому я думаю, что вот этого варианта будет достаточно. Вот, соответственно, клонировать мы должны теперь не в папку demo, а в папку div нашу, которую мы завели. После этого, соответственно, на нее же мы должны дать права. И приключаться должны в нее же. Дальше мы скрипт запустили. В принципе, казалось бы, все. Но на самом деле нам еще нужно обеспечить, чтобы у нас simlink current показывал на конкретный релиз. Потому что иначе нам придется каждый раз в jinx конфиге вот здесь вот менять пути. Потому что у нас папки каждый раз будут называться заново. Ну, каким-то особенным именем. Поэтому мы здесь делаем, чтобы она вам все показывала на current. Соответственно, здесь тоже обеспечиваем, чтобы у нас папка current была с текущим релизом. Значит, что мы для этого делаем? У нас будет current и previous. Соответственно, та, которая была до этого, мы ее освобождаем simlink, переименовываем наш simlink previous. То есть та версия, которая у нас сейчас была зеленой, становится... Ну, вернее, не так говорю. То есть, короче, та версия, которая была текущей, становится предыдущей, чтобы нам легко можно было на нее откатиться. Вот. Соответственно, минус т нужен, потому что это директории. И создаем обратно нашу... Ссылку на current. Вот. Ну и, в принципе, потом, чтобы почистить за собой, удаляем это переменное окружение dir, которое нам, в общем-то, больше не нужно. Так. В принципе, этого достаточно. И, по идее, у нас сейчас deploy должен будет происходить каждый раз новую папку, и папка current должна меняться. Давайте это проверим. Nginx главное, что показывает на папку current. То есть, в целом, все должно остаться в рабочем состоянии. Давайте попробуем это проверить. У нас сейчас будет небольшая сложность с тем, что нам нужно будет несколько раз сделать push-master. К сожалению, в GitHub нет пока возможности через Action запустить действие вручную, но ладно, какие-нибудь damage запихаем туда. Значит, соответственно, можем опять же посмотреть, что вот у нас пошел наш мофту blue-green deploy. Выполняется. Ну, выполняется, собственно, действие deploy. То есть, когда мы сделаем rollback, тут будет еще действие rollback. Вот все, оно зелененькое. Ну, давайте посмотрим, а что у нас, собственно говоря, теперь происходит здесь. OneSet, по-моему, не нужен, насколько я помню. Ну, давайте проверим, если не ругается. Это вообще, как бы, такая совершенно неважная операция. Сейчас, секунду, вот здесь. Ну, так, у нас не хватило permission. Так, а не хватило permission у нас, скорее всего, потому что мы не дали права на папочку. Сейчас, секунду. Так, давайте на всякий случай дадим 777. Опять же, не надо так делать в продакшене, но, по идее, ничего плохого не будет. У нас все тут тестовое. Так, значит, вот теперь у нас возникает проблема. Нам нужно сделать push в мастер, а у нас ничего не меняется в коде. Соответственно, как это можно обойти? Ну, если у вас будет какая-то более продвинутая система, там, continuous integration, то, в принципе, там отдельно обычно есть кнопочка передеплоить. Вот, но у нас GitHub Actions. Я ее выбрал, потому что она простая. И, в принципе, в GitHub, я думаю, большинство из вас так или иначе сидит, и для минимальных вещей ее достаточно. Поэтому мы сейчас просто сделаем какой-нибудь деми файлик. даже, в принципе, без содержимого, просто для того, чтобы нам сделать push. Я сейчас с правами проблем не будет. Давайте посмотрим, как оно выполняется, чтобы увидеть это сразу. Так, ну, некую ошибку я уже вижу. Дальше все зависло. Так, а я, наверное, знаете что? Наверное, я надо было... Так, сейчас. Наверное, может быть, не тому пользователю мы права дали. Давайте проверим на всякий случай, что произошло. Так. Ну, в принципе, что-то у нас даже складировалось. А, все нормально. Все, я понял. Оно поругалось на то, что у нас нет previous simlink, поскольку его еще действительно нет. И поругалось на то, что оно не может переместить current, потому что current-а тоже не было. То есть сейчас у нас появился current. Можно проверить, что у нас не отвалился, собственно, наш backend. Вот у нас здесь двоечка, значит, ну, как база та же, какое-то обновление произошло. Так что, в целом, все хорошо. Вот. Мы видим сейчас, что у нас одна папочка. Еще раз проверим. Вот у нас одна папка, и current указывает на нее. Теперь нам нужно еще раз задеплоить. Давайте в нашем этом dummy файле что-нибудь поменяем. В принципе, совершенно не важно, что мы напишем. Так, соответственно, сейчас у нас опять должен запуститься наш deploy. Пошел. Посмотрим, что он нам выведет. Идея, сейчас должно быть без ошибок. Скорее всего, ERA, это просто GitHub вводит почему-то в поток ошибок. Так, ну да. То есть вот он сейчас поругался на то, что previous нету, потому что ее еще не было, но зато он уже скопировал наш current. Можем теперь посмотреть. Вот у нас теперь две папки. Соответственно, наш current показывает на ту, которая 18.0.36, а previous показывает на 17.58.35. То есть, по идее, все правильно. Действительно, у нас current и previous теперь разные. И, в принципе, если мы теперь current переключим обратно на previous в rollback, то все пойдет как положено. То есть мы реально сделаем rollback. Понятно ли, что сейчас происходит? Для чего мы все это делаем? Поставьте, не знаю, давайте троечку, чтобы с плюсиками не путать. Так, вижу, троечки пошли. Ага, отлично. Так, значит, соответственно, мы настроили blue green. Теперь нам нужно обратно сделать некий rollback. Значит, как я говорил, в гитхабе, к сожалению, нет возможности руками что-то делать. Вот поэтому нужно будет к какому-то действию привязаться. Они эту возможность обещали запилить. Но они, правда, обещали это еще полгода назад, до сих пор не запилили. Сейчас есть разные варианты решения. Там хаки, вплоть до того, что при нажатии на звезду, чтобы производился rollback. Вот я предлагаю сделать такой более production-ready вариант. У меня есть здесь заготовлена специальная ветка. Сейчас покажу. Специальная ветка rollback. Вот, соответственно, мы будем при merge request в ветку rollback вызывать, собственно, наш rollback. По идее, это достаточно быстрая операция, которая занимает немного времени. Но, правда, для нее надо заходить в интерфейс. В принципе, есть еще вариант там с curl-ом дернуть репозиторию dispatch. Опять же, можно нагуглить эту штуку. Но мне меньше нравится. То есть сейчас для нашего вебинара это более сложное действие. Поэтому давайте обойдемся merge pull request в ветку rollback. Значит, соответственно, нам потребуется отдельный workflow. Для этого назовем его rollback. Значит, что нам в нем нужно сделать? Ну, давайте скопируем, чтобы хотя бы кредо не надо было переносить. Значит, в принципе, все остается то же самое, кроме скрипта. Да, скрипт меняется. Значит, что мы делаем в скрипте? Значит, нам нужно, во-первых, удалить, собственно, текущую... Не удалить, а отлинковать. Ну, то есть ссылку, короче говоря, удалить. Не саму директорию. Саму директорию мы пока не удаляем. И превьюс копируем обратно в current. Так, и вот еще какая штука. Давайте, чтобы нам хоть как-то было понятно, что у нас на самом деле код меняется, а не просто там папочки переименовываются. Давайте здесь какую-нибудь правку внесем. Ну, у нас здесь там success возвращает success. Давайте он будет возвращать true. То есть сейчас мы посмотрим, что в той версии, которая была, у нас возвращалась строка success. Давайте сейчас поменяем, чтобы у нас возвращалась true в нашем новом коде с rollback. Задеплоим его. Так, и посмотрим, что у нас происходит. Так, что-то мы сделали не так. Кажется, я даже знаю, что. Сейчас посмотрим. Я знаю, что мы где-то не переименовали. Не переименовали мы вот эту команду. И она у нас сейчас из-за того, что она называется так же, как и вот эта, они обе пушатся, в смысле, вызываются по пушу в мастер. Это нехороший косяк, так делать не надо. Поэтому паст до добра не доводит. И здесь тоже назовем rollback, чтобы нам сразу еще и в интерфейсе было видно. Так, давайте еще теперь эту правочку закатим. Так, и проверим, что у нас происходит. Вот, то есть вот здесь мы можем уже увидеть, что у нас появился workflow rollback. И вот мы видим, что в прошлый раз он вызвался. Кстати, в этот раз опять вызвался. Вот это уже не очень понятно. Мы вроде все сделали, что у нас требовалось. А, да, не сделали. Мы не сделали, чтобы он по pull request делался. Значит, соответственно, у нас должен быть pull request в ветку rollback. Я думаю, что не по-любому, не просто по наличию pull request, а по тому, что он открыт. Вот, вот сейчас точно должно быть все хорошо. Надо было писать с нуля, было бы меньше ошибок. Ну, ничего страшного. Зато я показал, какие бывают нехорошие последствия таких ошибок. Вот, смотрим, вот сейчас у нас rollback номер 2 есть. Rollback номер 3 уже нет. Причем, вот если обратить внимание вот сюда, то вот у нас здесь тоже был deploy номер 1. И это как раз была наша джоба, которая rollback. Из-за того, что мы не переименовали, она шла, во-первых, workflow deploy, во-вторых, вызывалась, когда не надо. Вот, соответственно, сейчас вот это, по идее, джоба должна нам сделать то, что нужно. Так, ну, выглядит, что все окей. Давайте на всякий случай проверим, что ошибок нет. Ошибок нет, все хорошо. Так, ну и, собственно, давайте проверим, чего у нас. Во-первых, что возвращает нам наш backend? Возвращает теперь true вместе с access. Видимо, нужно будет поменять еще раз, потому что, скорее всего, у нас здесь сейчас уже куча папочек. О, наш целых пять. И, скорее всего, во всех предыдущих папочках тоже возвращается true. Поэтому давайте поменяем еще на что-нибудь. Так, я не знаю, давайте на false поменяем. В принципе, это нам сейчас ни на что не влияет. Нам важно показать. С докером не будет. С докером, в принципе, делается все примерно так же, но несколько сложнее с точки зрения… Там могут быть какие-то проблемы с правами выездить и еще что-то. Вот, поэтому я специально именно на чистую виртуалку делаю. Но, в принципе, особых отличий нет. То есть там просто есть именно возня, связанная с докером. Я просто еще хочу показать развертывание на два сервера, а времени у нас осталось уже не так много. Поэтому, если бы мы еще и докер брали, то было бы совсем тяжело уложиться в тайминг. Так, смотрим. Значит, вот она, наша новая версия. Сейчас она раскатится, раскатилась. Значит, во-первых, проверяем, что возвращается false, а он не возвращается. Так, что пошло не так? В принципе, мы все поменяли. Вопросы там ли мы поменяли? Вроде там. Так, давайте еще раз. Чайт true. Давайте тогда проверим, что у нас здесь с нашими… Так, 1807.45. Ну, вроде похоже на правду. Давайте все-таки зайдем и проверим, что там у нас за код. Значит, код этот у нас… CRC-контроллер. Странно, потому что это вот только что все было хорошо. Так, здесь false. Что тогда здесь не так? А, да. А здесь не так, скорее всего, кэш. Надо было все-таки его в pipeline включать. Давайте проверим, действительно ли в этом дело. Сейчас странно, но может быть такое. До этого вроде же работало, так что выглядит подозрительно. Так, окей, давайте поменяем на еще что-нибудь. Обратно на success, не знаю. Так, проверяем. Хочется показать, что rollback действительно чего-то откатит, а не просто поменяют линки. Так, немного задумался. Ага, все окей. Вижу. Не введение. Так, ладно. В принципе, это мы тоже делаем. Ну, поскольку сломалось оно после того, как мы добавили наш bluegreen, до этого вроде как все работало, значит, возможно, мы где-то накосячили в... Не мы, а я накосячил где-то в конфигах. Возможно. Так, здесь мы показываем current. Так, current public. Кэш. Маловероятно, до этого же работало. Да, я поднял пробкэш. Ладно, давайте, чтобы не терять время, хотя бы просто проверим, что у нас для начала хотя бы папочка previous вернется. Потом мы сейчас можем потратить время на то, чтобы разбираться, что у нас идет не так. А это, в принципе, ну, конечно, важная штука, но не настолько. Скорее всего, какая-то мелочь. Так, значит, нам нужно для того, чтобы сделать откат, нужно сделать pull request. Значит, pull request в rollback. Немного больше надо здесь сделать, чем нажать на одну кнопочку, но тем не менее. Вот мы его сделали. Соответственно, сейчас у нас, по идее, должен запуститься action, теоретически. Я надеюсь. Потому что... Так, open. Вот, пошло действие. Соответственно, внутри можно тоже проверить, что пойдет ли оно без ошибок. Да, все прошло. Давайте посмотрим, собственно, на то, чего у нас с папками. Вот мы смотрим, что теперь у нас current показывает не на последнюю папку 18.10.35, а показывает на 18.07.45. Соответственно, наша папка previous удалилась, и current стал вместо previous. Естественно, вот в такой конфигурации, которую мы сейчас сделали, второй раз откат мы уже не сделаем, потому что папки previous больше нет. Но это уже вопрос, как бы, наворотить туда скрипты можно какие угодно. Обычно делается там 3 или 5 версий предыдущих хранится, и, соответственно, между ними current переключается. В целом сложного ничего нет. Ну, это как бы уже вопрос чисто технический. Мне только интересно, почему у нас... Ну, ладно, не работает, значит, не работает. В любом случае, код мы проверили, что код задеплоился правильно. То есть это какая-то техническая сложность непонятная. Изначально вроде все работало. Значит, есть ли вопросы, понятно ли, как rollback работает, зачем нужен? Ну, вот, по идее, да, вполне возможно, что делал вот кэш, не знаю. Но до этого пересобирался. Если вопросов нет, давайте четверочку в чат. Жаль, что не удалось показать, как код меняется, но в целом-то он меняется, поэтому это главное. Так, и давайте еще, собственно, сделаем деплой на два сервера, потому что это тоже интересная штука, которую хотелось показать. Значит, собственно, для этого нам что потребуется? Нам потребуется вот этот самый степ сделать двойным. Это первое. У нас здесь будет стратегия одновременного деплоя. Значит, соответственно, серверов у нас два. Сделаем, ну, явно укажем, какой именно сервер. Так, значит, соответственно, первый, второй. Теперь еще у нас появляется нюанс. У нас Nginx сейчас, в нем сервернейм зашит. Соответственно, для того, чтобы его заменить, я предлагаю сделать следующее. Мы здесь поставим placeholder. Вот, но это можно кучей способов сделать. Мне нравится через placeholder, поэтому я сделаю так. Если вам нравится как-то по-другому, делайте как вам удобно. Это вообще не принципиально, каким образом вы будете это делать. И, соответственно, вот здесь, после того, как мы скопировали конфиг в Nginx, нам нужно, собственно, заменить этот самый placeholder на реальное имя. Я через set это сделаю. Возьму первый параметр, который передастся в скрипт и поставлю его вместо placeholder server name. Соответственно, для файла. Так, и из-за того, что у нас теперь здесь должен быть параметр в deploy скрипте, нам потребуется вот здесь тоже этот параметр прокинуть. Соответственно, здесь мы его добавляем еще как параметр вот сюда. Здесь, соответственно, вот сюда. Больше здесь ничего не меняется. То есть, по сути, мы просто на два сервера раскладываем и все то же самое. Ну, единственное, роллбэк тоже нужно сделать тогда на оба сервера, потому что если вдруг у нас что-то пойдет не так, нам нужно будет откатиться на обоих. Так, соответственно, опять же, имя сервера скопируем в название. Отсюда тоже возьмем. Так, все поменялось. Давайте на всякий случай проверим, что на втором сервере ничего нет. Я вроде показывал только один. чтобы было честно. Соответственно, ну, тут конфиг есть, давайте его грохнем. Так, сейчас. Это, пардон, это мы на тот же сервер попали. Сейчас нам нужен другой. Так, сейчас. Значит, это мы на двухсотом, а нам нужен двести второй. Айпишник у него другой, поэтому... Вот, здесь пусто, здесь все как положено. Здесь, соответственно, тоже пусто. Ну, создадим папочку сразу демо. Поскольку мы сюда не накатывали промежуточный вариант, здесь можно было сразу демо создать. Так, что он... Так, ну, на всякий случай, чтобы было. Так, и, соответственно, вроде все. Так, скрипт поменяли, деплой поменяли, серверным поставили. Все, запушим. С лн у меня что-то не получалось. Я пробовал с лн проще через mv. Просто смотрите, если мы сделаем лн с previous на current, нам нужно делать... То есть, короче говоря, у меня есть подозрение, что в этом случае current будет показывать на previous, а не на папку, на которую показывают previous. Shadow не покажу, потому что для этого уже нужно балансировщик настраивать. Это не быстро, и главное, мы это толком не посмотрим. То есть, собственно, я понял, что все, что я хочу показать, не смогу, поэтому ограничились именно синий-зеленый. Так, пум-пум-пум, значит... Выложили, смотрим на наши действия. Вот у нас здесь пошли два сервера. Вот смотрим, то есть вот у нас первое на 200-й сервер раскатилось, второе, соответственно, на 202-й. Можем проверить, что на 202-м что-нибудь появилось. Вот у нас папочка current, все вроде как есть на вид. Соответственно, вот, кстати... Так, а у нас в коде сейчас чего? В коде у нас success. По идее, сейчас на втором сервере должен быть success. Да, хоть что-то. Ну, скорее всего, да, скорее всего, действительно, делаю веб-кэш. Ну, в общем, ладно. В любом случае, это не так важно. Это чисто демонстрационная вещь. Вот, соответственно, мы видим, что наш вот этот скрипт, он спокойненько все разложил на два сервера. В принципе, никаких сложностей в том, чтобы здесь добавить, если вам нужно, еще там десятки серверов нет. Вот, значит, что дальше, куда развиваться? Ну, вот мы посмотрели какие-то простые варианты. Значит, что здесь совсем не production ready? Ну, с правами там и с тем же оп-кэшем понятно, что это вещи, которые нужно настраивать как бы тщательно. Здесь мы чисто для демонстрации сделали какой-то вариант, чтобы это работало. Вот, значит, второй важный момент. У нас здесь нигде не предусмотрено, если вдруг что-то пошло не так в процессе скрипта. Потому что это тоже возможная ситуация. То есть, допустим, мы накатываем миграцию, она упала или там еще что-то. Вот, естественно, все эти вещи тоже имеет смысл предусматривать. И настоящие деплойные скрипты, они, естественно, гораздо сложнее, длиннее и так далее. Вот. Опять же, ну, как в ситуации, когда мы раскатываем на несколько серверов, у нас на одном что-то может пойти не так. И мы, соответственно, остальные можем откатить, не дожидаясь того, что на них там тоже что-то пойдет не так. Вот. Опять же, мы можем сделать скрипт деплоя последовательный. То есть, это мы сейчас сделаем обновление параллельное сразу на всех серверах. Можно сделать последовательное. То есть, ну, опять же, просто увеличить этот скрипт. Вот. Единственное здесь будет, в чем сложность, в том, что нам нужно будет сделать чейнинг, потому что сейчас у нас вот этот SSH-экшен, он заходит на конкретный хост. То есть, мы не сможем сделать так, чтобы внутри скрипта он там на другой хост пошел. Соответственно, нам нужно будет логиниться на следующий сервер с предыдущего. То есть, мы на первый сервер все раскатили, и дальше в скрипте мы через SSH-клиент пойдем на второй. Вот. Вот такой вариант. Это может быть полезно, опять же, для того, чтобы, если мы здесь какую-то ошибку словили, на следующий сервер не раскатывать. Вот. Иногда на практике это может понадобиться. Так. Ну, в целом, наверное, это то, что я хотел сегодня рассказать именно про деплой, разные варианты показать, как это делать. Вот. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Вот. Если нет, я еще хотел пять минут потратить немножко рассказать про нашу программу, которая на курсе. Вот. Если нет вопросов, давайте пятерочку. Спасибо. Так, тогда вернемся в презентацию. Так, все лишнее. Так, ну, соответственно, немножко про наш курс. То есть, в принципе, я думаю, что программу вы видели, если кто собирается записаться или думает об этом. Вот я чуть-чуть как бы в общих чертах глобально про то, что там происходит. То есть, первый модуль, он в первую очередь нужен для того, чтобы выровнять знания у всех, кто приходит, потому что все приходят с разной подготовкой. То есть, кто-то с Linux уже на «ты», кто-то первый раз его видит, кто-то с Docker никогда не работал, кто-то, соответственно, только в Docker и работает и так далее. Вот. У кого-то есть опыт там, допустим, настройки Nginx, у кого-то его нет. Вот. Кто-то работает в команде, кто-то работает самостоятельно. Соответственно, у нас, в принципе, мы настраиваем всех студентов для того, чтобы делать командные проекты, потому что это, ну, опять же, дополнительно позволяет еще прокачать возможность работы в команде. Поэтому даже добавили вебинар, то есть, в самом начале его не было, то есть, он не так давно появился, вебинар про командную разработку, то есть, каким образом все это делать, ну, там, с Git-ом работать в команде и так далее. Вот. Соответственно, как правило, в рамках первого модуля есть студенты, которым скучно, потому что, ну, они уже много из этого знают, и, в принципе, там, получается, полезного из каждого вебинара для них не очень много. Вот. Но это необходимый модуль для того, чтобы потом все говорили на одном языке, и не нужно было в более интересных темах возвращаться назад и объяснять какие-то вещи людям, которые с этим не сталкивались. Вот. Во втором модуле основная работа идет с различными вариантами баз данных. Вот. Основной упор на Postgres, потому что, в принципе, Postgres сейчас, де-факто, стандарт в основном, ну, вот, по крайней мере, в средних и крупных проектах. То есть понятно, что MySQL, в принципе, не теряет пока позиции, он часто достаточно используется, особенно на старте проекта. Вот. Ну, тем не менее, все-таки основное требование работодателя обычно предъявляет, чтобы это был Postgres. Вот. Поэтому Postgres посвящена аж целая половина практически вебинара, половина модуля. Вот. Ну, естественно, мы рассматриваем и MySQL, мы рассматриваем и новый SQL-решение типа MongoDB. Вот. Мы рассматриваем Redis, причем именно в контексте, как его использовать как основное хранилище, какие в нем есть там типы данных, для чего он может быть полезен, еще кроме как кэшировать. Потому что, на самом деле, многие считают, что Redis — это только кэш. Нет, это не так. Там еще много всего интересного есть. Вот. Ну, и, собственно, рассматриваем, как работать с базами со стороны PHP на самом базовом уровне. То есть не когда у вас есть фреймворк с ORM, где вы вообще не залазите под капот и не разбираетесь, как это выглядит. А именно с точки зрения чистого PHP, как работать с базами, какие там есть особенности, нюансы, что это дает. Значит, в третьем модуле, собственно, основная тема — это разработка и подходы с точки зрения хорошего кода, с точки зрения паттернат-проектирования, как правильно делать архитектуру. Соответственно, обсуждаем здесь на двух вебинарах тестирование, как юнит-тестирование. На отдельном вебинаре, то есть мы смотрим с практической точки зрения, как писать тесты на PHP-юнит. Так обсуждаем тестирование в целом, то есть что у нас есть интеграционные, системные тесты, каким образом, на каких уровнях что нужно проверять, как тестируются всякие микросервисные штуки, когда у вас, допустим, там много сервисов между собой связано, где-то еще есть фронтенд и так далее. И два вебинара обсуждаем алгоритмы, более такие, ну, скажем, теоретические алгоритмы, типа всяких сортировок и тому подобного. Понятно, что на практике с ними сталкиваться приходится нечасто, но уметь оценивать сложности алгоритмов — это достаточно важная штука. Вот, поэтому эти два вебинара тоже в программе у нас есть. Ну и четвертый модуль, он посвящен, собственно, архитектуре, хайлоуду и различным вещам, которые не связаны непосредственно с PHP, а которые связаны с его экосистемой, с которыми вы сталкиваетесь, когда у вас какой-то средний или крупный проект на PHP, он так или иначе требует каких-то вспомогательных инструментов, типа там мониторингов, инструментов для профилирования, брокеров и чередей. То есть мы рассматриваем Rabbit как основной. Опять же, понятно, что есть другие варианты, но на каком-то нужно остановиться, чтобы рассматривать его как базовый. Вот мы рассматриваем Rabbit, рассматриваем, как проектировать stateful, stateless API. И, собственно, достаточно большой кусок посвящен, опять же, хайлоуд работе с источниками данных. То есть у нас обсуждаем и репликацию, и шардинг, и как правильно делать кэширование. Ну и, собственно, последние два вебинара это уже про больше обслуживание приложений, опять же, развертывание и так далее. То есть, в принципе, вот то, что мы сегодня обсуждали, это, скажем так, теоретическая составная часть из вебинаров про деплой. Но там, соответственно, мы сделали больше упор на практику, как, допустим, это сделать именно в рамках синим и зеленого деплоя. Ну и сайты лоббилитии инженеринга это в основном именно поддержка, то есть каким образом подходить к устранению аварий и так далее. Вот. В целом, такая у нас программа. После, соответственно, четырех модулей наступает проектная работа, которую можно делать, как я говорил, как в команде, так и по отдельности. В принципе, мы мотивируем это делать в команде. Но, в принципе, всегда есть люди, которые любят делать поодиночке. То есть тут разница только в том, что насколько сложную работу вы сможете сделать. Понятно, что чем больше людей, тем более интересную работу можно сделать, больше функционалу туда заложить. Вот. В принципе, это все, что я хотел рассказать. День открытых дверей у нашего курса уже был, который стартует 27 апреля. Соответственно, следующее мероприятие это уже для тех, кто придет на курс. Это первый вебинар подготовка к курсу. В принципе, на этом все на сегодня. Всем спасибо за занятие. Сейчас в секунду я пришлю ссылку на опрос. Просьба по возможности его заполнить, потому что нам интересна обратная связь. То есть мы хотим улучшать. То есть если вам что-то понравилось или не понравилось, обязательно напишите, чтобы мы учли это на будущее. Всем спасибо. Хорошего вечера. Приходите на курс. Приходите на другие наши открытые вебинары, которые мы периодически проводим. Всем спасибо. Хорошего вечера. Если у кого-то какие-то вопросы есть, в принципе, я могу еще поотвечать. Спасибо. 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 Вопросов не вижу. Тогда всем еще раз спасибо. До свидания. Хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»